вышли прогуляться у нас здесь около дома сделали новый батут детская площадка видно что много детей у нас сейчас как раз проходит какой-то турнир типа где люди ну дети с разных городов исландии приезжают и соревнуются у них тут эстафеты соревнования это чем-то напоминает кстати советский союз моем детстве также было всегда от заводов разных от предприятий собирались вот так команды ездили с детьми вот так вот было и здесь в исландии это практикуют до сих пор и действительно очень много команд очень много детей каждое лето приезжают тут наверно по 3-4 раза за лето такие вот турниры проходят детские и взрослые есть турниры единственная проблема что когда дети приезжают вот так вот все то билеты на паром и конечно вообще практически не купить это вот наш дом который реновируется сейчас утепляется обшивка меняется нам уже с нашей стороны мы живем в той дальней стороне там уже все сделали и вот остался вот с этого края и все дом полностью реновированный там вот океан уже находится и elephant rock это слоновья гора очень знаменитая здесь мартин пока прыгает на батуте тут развлекается сейчас шли гуляли и решили пойти в ресторан местный покушать а по дороге решил показать как выглядят эти детские турниры здесь которые проходят здесь вот у нас гольф-площадка находится там вот стадионы такие спортивные комплексы вот там вот видите сколько людей сюда приезжает они все приезжают таких кемперов палатках живут здесь несколько дней пока турниры эти проходят так вот они тут развлекают спортивные мероприятия мы идем в ресторан исландии уже второй год подряд людям выдают купоны типа как бонусы такие по 5000 на человека взрослого по 5000 крон и их можно потратить типа как на туризм там поездку куда-то в ресторан сходить типа как поддерживают экономику поэтому вот у нас есть 10000 крон это где-то 65 евро и мы решили сходить местный ресторан покушать марте не очень хочет в ресторан ресторан вышли всей семьей погодка сегодня хорошая примерно плюс 11 наверно на улице ветер не сильный вот так вот здесь парковку сделали там вот на стадионе люди эти дети играют соревнуются там эстафеты футбол разные соревнования у них проходят вот так вот здесь по поводу квартиры хотел рассказать такое по поводу цен например мы покупали свою квартиру мы очень выгодно дешево и и купили за 17 миллионов исландских крон это примерно наверное примерно сто пятнадцать тысяч евро и это учитывает но это очень дешевая цена потому что рыночная цена на тот момент было ее 19 от 19 до 20 миллионов вот так что нам подфартило с этой квартирой 89 квадратных метров а за реновацию полную дома мы заплатили почти два с половиной миллиона это где-то в среднем 15 тысяч евро нам обошлось но зато рыночная цена сейчас сразу же на квартиру поднялась и она сейчас составляет примерно 24 миллиона а если сделать небольшую косметику и поменять окна что самое дорогое нам окна поменять это один миллион будет стоить 6 половиной тысяч евро то цена сразу вообще может вырасти до 20 рыночная до двадцати шести миллионов то есть принципе учитывая что если мы год назад купили квартиру за 17 миллионов то сейчас ее рыночная цена будет где-то 26 миллионов то есть 9 миллионов исландских крон мы просто выиграли так что нам реально повезло а вот так вот проходит соревнования здесь детские мероприятия да и погода с вами реально радует супер идем в ресторан сразу вспоминаются песни по ресторанам по ресторанам до мартин вот так вот и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok вообще кайф на так что шашлык шашлыки мы тут делаем каждый вечер почти вот что еще соскучились по магазинам очень сильно большим магазинам по нашей идея все-таки как-никак все время ели латвийскую еду а в исландии все-таки немного это отличается все поэтому наслаждаемся два месяца декретного отпуска здесь будем находиться на все классно вот что еще такое рассказать газон сегодня покосил стримером у нас мы блин два года разравнивали всю землю полностью ровняли и все все у нас газончик везде был красивенько все было аккуратненько эти жильцы такие деревенские ребята грядок наделали парников нам тут наделали господи мы просто уже несколько дней все это разламываем все опять ровняем надо будет землю еще покупать потому что нарыли здесь нам как кроты просто как кроты все перекопано так что конечно для нас это такой очень плачевный опыт сдавать что-то мы решили что это был такой первый и последний раз сдавать может точно не будем у нас тут две собаки у нас тут соседка есть старенькая так лучше мы он ее попросим будем покупать но деньги давать на еду там либо брат либо кто-то будет привозить и будем платить и денежку чтобы он пришла тут и кормила собак присматривала за всем потому что лиги на мама она тут недалеко живет но она уже возрасте человек есть 75 лет и конечно и тяжело дом надо зимой протапливать хотя бы не знаю раз в три дня чтобы поддерживать температуру тяжело и конечно поэтому будем что-то думать но сдавать уже точно мы не будем это однозначно уже иногда даже уже сейчас задумываемся настолько здесь по кайфу нам что а может сюда обратно переехать сделать дом все вложиться сюда хорошо чтобы с другой стороны там вроде бы уже и мартин в садик ходит он на исламском разговаривает латышского он не знает даже уже не знаю это так уже такие мысли вслух у нас просто поэтому будем смотреть дальше что будем ездить будем показывать вам латвию наше путешествие потому что первая у нас неделя такая сейчас прошла она более там дела 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 все надо сделать то все гости родственники сейчас уже начнется такая более отдыхающая остаток отпуска и будем ездить на море поедем покажем вам всяким там кокна с энгуре съездим куда-нибудь не знаю еще в общем мест много что вам показать это конечно не исландия но я думаю что многие из вас и в латвии даже не были так что тоже будет интересно в любом случае через два месяца мы все равно вернемся в исландию и дальше показывать вам северные края так что погнали смотреть латвию